МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Еще Польша не погибла". Ключевой лозунг, который звучал на улицах Варшавы во время марша националистов 11 ноября. Спорить не приходится, она действительно еще не погибла, но, судя по упадническому характеру кричалки, явно стремительно движется не в ту сторону. Да и, согласитесь, уж больно напоминает по своему характеру, че не вмерла Украина. Такое ощущение, что и писали их в одном политбюро. А значит, нельзя исключать схожее развитие событий. Тем более, что об этом буквально кричат сами поляки. КРИКИ Не только практически идентичные лозунги объединяют польских и украинских радикалов. Судя по всему, они даже вскормлены одной грудью. Хозяин этого грантового соска как раз на днях посетил оба своих детища. Наследник империи Джорджа Сороса Александр Сорос. Сначала окормил своим вниманием украинскую паству, а затем и польскую парафию. В своих социальных сетях он опубликовал фото с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским. Вот только польский политик предпочел встречу не афишировать и не ответил Соросу взаимностью на своих аккаунтах. Фамилия, ставшая нарицательной, явно не прибавит очков экс-кандидату в президенты, который явно не утратил подобные амбиции. Было бы здорово на этой неделе снова вернуться в Варшаву и встретиться с харизматичным мэром Варшавы Рафалом Тшасковским. Украина еще не остыла, а они уже активно поджигают Польшу. Причем делают это по тем же лекалам. Искусственный политический кризис не только существенно ослабляет государственную систему управления, но и поляризует польское общество. Раскол в семьях и между поколениями стремительно перерастает в открытое противостояние. Не все в Польше закончилось выборами. Имею информацию, что запланирован ряд террористических действий. Проигравшая на выборах партия способна сделать все, чтобы не отказаться от власти. Пропаганда ненависти польского режима чуть не довела человека до политически мотивированного убийства. ПИС устроила настоящую травлю Дональда Туска. Его планомерно расчеловечивают в глазах простых поляков. И вот человек, который планировал покушение на Дональда Туска, рассказал в суде, что или даже точнее кто его сподвиг на эти действия. Я только что вышел из зала суда в Сапоте. Человек, который планировал покушение на меня и мою семью, показал, что действовал под влиянием ТВП-инфо, Ньюс и ТВ-репаблик. Скорее жертва, чем террорист. Растоптать имидж Дональда Туска накануне электральной кампании так и не получилось. Об этом свидетельствуют результаты выборов. Оппозиция забирает большинство мест в парламенте страны. Обладая мандатом народного доверия, они могли бы начать формировать кабинет министров. Однако, не считаясь с мнением поляков, Энджей Дудой решил объявить премьером своего подельника по особо крупным делам. Ему и поручено собрать кабинет министров среди своих. Вот только вся эта команда еще должна получить вотум доверия от парламента. Где большинство голосов за той самой оппозицией, которая уже объявила о формировании коалиции и выдвижении Туска на должность премьера. Вместе мы создаем нечто большее, чем набор партий, которые сейчас стоят рядом друг с другом. Мы вселяем надежду, мы создаем почву для безопасных перемен. Сегодня мы посылаем важный сигнал Европе и всему миру. Польша возвращается на демократическую, законопослушную, уважающую права человека к карту Европы и мира. Это сигнал не только польским женщинам и мужчинам, но и всем людям доброй воли по всему миру, которые ждали этого послания. Уже сегодня можно смело констатировать, что политическое противостояние привело польское государство к глубокому кризису. При этом ни одна из сил, конечно же, не направлена на решение внутренних проблем и исполчение польского общества. Обслуживание внешних интересов неизбежно ведет к стагнации. Ситуация способна перерасти в масштабные уличные противостояния. О синем клюве команды Качинского Андрей Сыч в рубрике «Скриншот». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова